Уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия, рада приветствовать вас всех на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Сегодня мы будем говорить о том, как работают пенсионные системы в странах Центральной Азии. Пенсионный вопрос касается всех, ведь люди в молодости работают, какую-то часть своей зарплаты они отдают в фонд соц. Налогов в надежде на то, что их старость будет обеспечена. Поэтому интерес к этому вопросу всегда повышен. В последние годы об этом задумываются и молодые, и люди среднего возраста. И они задают вопрос, как же формируются пенсии, какие идут отчисления, и как соцфонды распоряжаются деньгами вкладчиков. Давайте мы поговорим сегодня о том, как устроены пенсионные системы в странах нашего региона. И каковы основные проблемы в этой сфере. Насколько хорошо граждане Центральной Азии знают то, как формируются их пенсии, сколько они будут получать при выходе на пенсии, какова пенсионная нагрузка в странах региона, и как решать основные проблемы, чтобы улучшить уровень жизни людей пенсионного возраста. Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать сегодня вместе с нашими уважаемыми экспертами из четырех стран Центральной Азии, которых я сейчас вам представлю. Из Казахстана с нами сегодня Абаджан Нуралаевна Акмолдина, кандидат экономических наук, главный эксперт-аналитик Центра оценки анализа и исследовании эффективности при Высшей Аудиторской Палате Республики Казахстан, специалист в области социального обеспечения и вопроса экономического развития Казахстана. Она специалист с большим биграундом и опытом работы в самых разных центрах страны. Добро пожаловать. Из Кыргызстана с нами Джамиля Тогузбаева. Джамиля эксперт в области законодательства в социальной сфере и по пенсионным вопросам в Кыргызстане. Она работала в социальном фонде Кыргызской республики начальником отдела анализа отчетности по выплате пенсий. А в настоящее время Джамиля работает в организации Достэк Групп. Это организация, деятельность которой связана с вопросами обработки данных, размещения прикладных программ и с отчетностью передаваемых через интернет. Из Таджикистана с нами экономист, аналитик Азиз Тимуров. Азиз – выпускник школы аналитики Кабар Азия. С 2015 по 2022 год он работал в общественной организации Центр свободного рынка Таджикистана. С авторствием с известным в Таджикистане экономистом Константином Бондаренко, который, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Они опубликовали исследования социального обеспечения трудовых мигрантов, риски, вызовы и пути решения. Азиз также имеет опыт работы в организации гражданского общества в Таджикистане. И из Узбекистана сегодня с нами экономист Санджар Бабаев. Санджар является специалистом в области финансов. Он работал национальным консультантом в различных проектах мировых международных финансовых рынков. Добро пожаловать, уважаемые эксперты. Спасибо за то, что вы приняли наше приглашение и присоединились к дискуссии. Итак, я сегодня пригласила вас всех сюда, чтобы поговорить о том, как работают пенсионные системы в странах Центрально-Азиатского региона. Вот перед тем, как начать эту встречу, я, конечно, готовилась и некоторую статистику собрала. И посмотрела, и у меня вот такие вопросы возникают. Общая численность пенсионеров в каждой стране региона в среднем составляет где-то от 8 до 12%. Согласно рекомендации Международной организации труда, на каждого пенсионера должно быть стандартно трое работающих. Если посмотреть на численность и динамику общего количества населения в странах Центрально-Азиатского региона, то ситуация в регионе очень даже неплохая. Страны Центральной Азии относятся к странам с положительным коэффициентом рождаемости. Примерно 3 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. И Центральная Азия является одним из самых молодых регионов мира. Средний возраст населения здесь 27,5 лет. Средняя продолжительность жизни в наших странах тоже от 69 до 75 лет приблизительно. За последние годы мы стали свидетелями того, что в ряде наших стран возраст выхода на пенсию повышался. И это несмотря на то, что мы как бы являемся странами с самым молодым населением. Молодых людей у нас где-то 70%, в некоторых странах может быть меньше, таких как Азовстан. Сегодня мы послушаем, к чему я все эти цифры привела. То есть молодое население у нас превалирует, и они как бы могут содержать пенсионеров. Но давайте послушаем, какова же ситуация в странах, и как устроена пенсионная система, сколько людей в республиках участвуют в государственной пенсионной системе, сколько платят пенсионный налог, как это регулируется, и какова нагрузка на работающих граждан. Паджан Нуралыдна, я хочу предоставить слово вам, чтобы вы нам рассказали о ситуации в Казахстане. Кажется, что это самая благополучная страна в Центральной Азии по выплате пенсии. Так ли это? Есть ли какие-то проблемы? Пожалуйста, с тобой слово. Ну, скорее всего, благополучная, наверное, в плане чего, что у нас демографическая нагрузка, в принципе, 2 миллиона 300 человек, это у нас, получается, пенсионеров. В целом 19 миллионов у нас это народ, ну, как бы в целом людей. Ну, и получается демографическая ситуация, между где-то 250-230 человек на трудоспособное население, пенсионер, ну, со стороны пожилого населения, получается. Но здесь, конечно, есть свои региональные особенности. Ну, в Казахстане у нас все-таки та же самая демографическая нагрузка у нас неравномерно распределена. Если брать, например, северные регионы, то у нас, как, например, той же самой России, у нас это, то есть процессы старения населения, они по-разному. Поэтому, например, в регионах, где пожилого населения больше, там, конечно, демографическая нагрузка вот эта более высокая, например, в северных регионах. А в южных регионах и в западных регионах Казахстана, там, наоборот, демографическая нагрузка именно от детей идет, а не от пожилого населения. Соответственно, именно демографическая нагрузка, если считать именно от пенсионеров, она, конечно, у них низкая. Поэтому здесь вопросы как бы больше стоят именно от демографического дисбаланса у нас, чем, например, в целом по стране. То есть в целом по стране ситуация относительно, как бы, скажем, неплохая, с учетом того, что у нас, ну, как бы, в целом трудоспособное население, оно восстанавливается, ну, в количестве постоянных, в принципе, пока растет. И поэтому в этом плане, как бы, таких вот тревожных тенденций особо нет. Ну, кроме вот этих региональных аспектов, как я сказала. Существует у нас система и солидарной пенсии, и накопительной пенсии. И плюс еще у нас дает такая же, также есть базовая пенсионная выплата, скажем так, которая позволяет какую-то минималку даже платить, да, если, например, стаж в целом не накопил. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что у нас, как бы, в целом пенсионная защита, пенсионное обеспечение, оно, вот имея вот такие вот эти, оно позволяет, в принципе, если ты имеешь стаж работы и, как бы, наработал его, и в зависимости от дохода накопил, то есть если ты находишься, скажем, в официальном секторе, ты это копил и это, то вполне нормальную пенсию получать. И, соответственно, у нас и коэффициент замещения именно по работающим, то есть работавшим, он относительно высокий, с учетом того, что у него есть базовая пенсия, солидарная, если он до 98-го года, это 25 лет имел, эта пенсия у него, она существенная. И, конечно же, те, кто накопил с 98-го года. Ну, то есть это может быть существенной суммой. Ну, какие, ну, возможно, проблемы, это с учетом опять демографической точки зрения, что у нас продолжительность жизни растет, и, соответственно, ну, дожитие после пенсии, он, ну, из года в год растет, и это может нагрузку давать на пенсионный, на бюджет, на пенсионные фонды и так далее. Но здесь опять-таки вопрос в чем, что у нас, во-первых, между мужчинами и женщинами, конечно, разница большая, это больше у женщин, наверное, вот этот вот возраст дожития очень высокий, а у мужчин у нас все-таки, они, во-первых, выходят позже, чем женщины. На данный момент у нас для женщин 61 год закреплен. Раньше, до этого ранее было принято, что по полгода будет увеличиваться и сравняется до 63-х. Но, однако, после того, что, во-первых, возмущение было, во-вторых, из-за того, что показатели смертности у нас из-за пандемии 2020 года они, в принципе, увеличились, и эта нагрузка пенсионная, она начала уже, именно по женщинам-пенсионерам, которые выходят, уже начала более-менее стабилизовываться. Все-таки заморозили на 5 лет до 2028 года, возраст на 61 годе. То есть у нас до 2028 года будет так, что женщины будут выходить в 61 год, мужчину в 63 года. То есть одна из попыток снять пенсионный люфт какой-то между женщинами и мужчинами, вот эта попытка была по полгода увеличивать. Но пока на этой ситуации до 2028 года посидим, потом, наверное, после 2028 года опять придется задумываться о том, что либо пенсионный возраст увеличивать, либо еще какие-то механизмы придумывать. Здесь опять-таки вопрос в чем, что на государство прежде всего нагрузка вложится от тех, кто после 1998 большой стаж имеет. Но понятное дело, что таких людей уже года с года будет все меньше и меньше. Соответственно, нагрузка на бюджет государственный будет уменьшаться. Но другое дело, у нас еще проблема есть не тех, кто в солидарной системе, но тех, кто до 1998 года имел такой существенный стаж. А тех, кто при накопительной системе должен был копить, но не накопил. То есть все равно есть сектор у нас неофициальной трудовой занятости, которые, скажем так, недостаточно отчисляют, либо они нерегулярно отчисляют пенсионные взносы. То есть они добровольных взносов не делают, и они не задумываются о том, чтобы завтра, когда выйдут на пенсию, сколько они будут получать. И здесь, конечно же, какая проблема стоит? Если они просто, как говорится, надеются, что накопят какие-то активы, или на детей надеются и так далее, то ладно. Но другое дело, что возможно, что через сколько-то лет количество людей, которые выходят на пенсию и при этом имеют очень минимальную, скажем, минимальную пенсию только получают, а накопительные компоненты просто не накопили, то может быть какая-то социальная напряженность. С учетом того, что у них, например, доходы упали, и возможно, это будет все равно какое-то недовольство вызывать. И возможно, тогда будут уже разговоры о том, чтобы солидарную пенсию вводить опять или еще что-то, либо повышать вот эту базовую пенсионную плату, которая для всех идет по достижению пенсионного возраста. Ну то есть я так думаю, что вот тогда, ну когда это будет поколение, скажем, 80-х, это первая половина, вторая половина, 80-х, вот для них, наверное, это уже будет существенная проблема. Которые, ну, имеется в виду в 98-м году, это 80-го года рождения, это было им 18 лет, и они, скорее всего, ну, как бы никакого этого стажа не имеют. И, соответственно, накопительные компоненты только у них будут. А остальные компоненты, ну, соответственно, у них, ну, если они не накапливали, они, конечно, будут существенно ниже, чем сейчас, которые получают солидарную пенсию. Вот что, в принципе, основные какие я риски вижу. Спасибо большое, Маджан. Я еще хотела у вас спросить, есть ли у вас частные пенсионные фонды, накопительные какие-то работают ли, и как это регулируется? Изначально это у нас были, изначально, когда накопительная пенсионная система, это в целом сформировалось, у нас были частные накопительные фонды, это с 98-го года. Потом, однако, после 2006-2008-х годов, когда вот этот финансовый кризис, эти были тогда, многие компании ложились в такие, ну, компании имеются, которые были, отвечали за инвестиции, КИПА такие были, компании, инвестирующие пенсионные активы, то есть они специально лицензии, и все такое, но они все равно покупали, есть определенные эти, покупали ценные бумаги, которые, скажем так, во время дефолта вот этого, они потеряли свою ценность, и были потери, конечно, большие, ну, существенно, именно для одного пенсионного фонда, не в целом пенсионной системы, а для одного пенсионного фонда, и в этот момент было решено все-таки, вот, чтобы таких рисков избежать, и как-то их, ну, как бы, скажем, по системе размазать, скажем так, было решено, единый, это пенсионный фонд, сейчас у нас единый накопительный пенсионный фонд, ИНПФ, он это полностью, как говорится, это в руках государственного, в смысле, регулируется государством, второе, его, именно инвестиционную политику, это ведет, отвечает, в целом, национальный банк, ну, тоже есть, это инвестиционные компании, но они, это сейчас вот, буквально, вот, недавнее введение, с 2022 года, когда там изъятия могли, могли делать, это, пенсионные изъятия были, и за счет этих пенсионных изъятий, то есть, часть там, сверх вот этого, достаточного какого-то уровня, минимального, можно было бы, перечислить на специальный счет, и с этого счета, как раз таки, вот эти инвестиционные, скажем так, частные именно инвестиционные компании, могли бы, это, укладывать уже в другие портфели, не ЕНПФ портфели, а вот, портфели с более высокой доходностью, но, ну, соответственно, и с большим риском, и здесь, как говорится, ну, как бы на усмотрение человека, если он хочет, он может, как бы, получить большую доходность, но имеет такой, ну, скажем, больший риск, хотя эти компании тоже лицензированы, ну, как бы, это не так, что там отдается на какой-то, это, ну, как бы, просто рынок, и без какой-то этой, без проверки добросовестности этих инвестиционных компаний. Спасибо большое вам, очень интересно. Я же говорю, это одна из стран региона, где достаточно хорошая ситуация по пенсиям. А давайте теперь узнаем о проблемах в этой области в Кыргызстане. Джамиля, расскажите нам, пожалуйста, как живут пенсионеры в Кыргызской республике, и знают ли граждане, какова будет их пенсия, как это формируется, как работает. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте всем участникам. У нас в Кыргызстане смешанная система в 2010 году, которая была введена, в том числе, по примеру, Казахстана. Мы ездили, прежде чем ее вводить, как раз в Казахстан, с коллегами общались, спрашивали, как у них там выяснялись эти обстоятельства, тогда еще существовали частные фонды. И по примеру Казахстана, в том числе России, мы ввели накопительный компонент. Он составляет на сегодняшний день 10% от взносов страховых. Общий страховый взнос составляет 27-25, и только 2. Изначально планировалось, что сумма этих взносов будет повышаться постепенно, и планировалось довести его до 10%. Но, к сожалению, в дальнейшем эта идея не была поддержана в связи с дефицитом солидарной части, потому что 2% это идет не дополнительно к общим взносам, а путем иссечения этих взносов из солидарной системы. Таким образом, как бы мы уменьшаем бюджет солидарной системы. Но, тем не менее, на сегодняшний день накопительное существует, слава богу, потому что были моменты, когда думали о том, что ее вообще закрыть может быть. Мне очень нравится, что эту часть хотя бы оставили. Я за накопительное абсолютно. Что у нас? Значит, на солидарную систему отчисляем эту систему. Солидарную часть пенсии мы не вывозим. Наследники ее не имеют права изъять. Она остается и распределяется. между людьми, которые не имеют необходимого стажа и размеров пенсии для начисления пенсии. К сожалению, у нас основной размер пенсии на сегодняшний день, как я вижу, формируется из базовой части пенсии, которая на сегодняшний день у нас составляет 3170 сумок. Но, чтобы было понятно, в долларах это примерно 36 долларов. Вот. Если, например, средний размер пенсии по республике сейчас 87,5 долларов, соответственно 36 долларов это базовая. То есть, если мы видим, то она практически половина пенсии составляет базовая часть пенсии. И то, мы сейчас говорим о тех людях, которые имеют достаточный стаж для выхода на пенсию. Если мы говорим о людях, у которых полного стажа, то есть 20 лет, которые для женщин предусматривают законодательство, и 25 для мужчин, тех людей, у которых этого стажа нет, то они практически у нас выходят с вот этой базовой части пенсии с 36 долларами. Конечно, проблемы есть, как и у всех с бюджетом, с распределением, повышением пенсии. Конечно, все хотим размер пенсии больше. И сейчас, как радиоркинеш, у нас лежит, рассматривается проект закона о том, что хотят убрать нагрузку с пенсионного фонда за счет добровольных, ой, добровольных, досрочных пенсий, то есть это пенсии, когда у человека нет необходимого стажа, возраста, то есть он еще не достиг пенсионного возраста, но у него есть стаж больше, чем требует того законодательства. Стаж, если превышает на 15 лет требуем по законодательству, то ты имеешь право выйти на 3 года раньше на пенсию. Вот эти вот и у сокогорников тоже дали годы выхода на пенсию, они могут на 3 года раньше, на 8, на 3 года выйти раньше на пенсию, и сейчас идет тенденция к тому, что даже уже тут не тенденция, мы говорим о том, что закон, уже проект лежит законно в дёрке Мешим, о том, чтобы убрать все эти досрочные пенсии. Ну, хорошо то, что я считаю, что мы не идем по дороге к повышению возраста выхода на пенсию, потому что для наших стран, где в принципе нет высокой занятости населения, как мы знаем, что очень большой уровень миграции, к сожалению. Конечно, повышение возраста на пенсию это, ну, червато, я думаю, что недовольство большим населения, особенно в Кыргызстане, где мы знаем, что у нас очень активный народ, если что-то не так, мы все выходим, мы все возмущаемся. простите, какой сейчас этот возраст выхода на пенсию? Сейчас возраст для женщин 58, для мужчин 63. Если мы посмотрим зарубежные страны, я смотрю, там и 66 лет, и 67 лет выхода на пенсию, причем это для женщин, не то, что для мужчин, хотя, конечно, когда мы обсуждаем, мужчины всегда возмущаются, что знаем всех, что мужчины живут меньше, а у нас в постсоветских странах почему-то у мужчин возраст выхода выше, хотя очень мировые тенденции у мужчин, у женщин, как я заметила, возраст одинаковый, то есть нет распределения пополам. У нас же, несмотря на то, что мужчины живут меньше, возраст выхода на пенсию у них выше, к сожалению, для мужчин. Вот, так что хорошо, что не повышаем возраст выхода на пенсию, но убираем сейчас досрочные пенсии, раз, то есть нагрузка уходит, и второе, сейчас будет постепенно повышать необходимый стаж, то есть сейчас как такового требования к стажа нету, хотя бы год, если ты работал, ты получишь вот эту самую базовую часть пенсии, просто в уменьшенном, в урезанном виде, пропорционально отработанному опытовому периоду, но что-то ты получишь. Сейчас в новом законе, в проекте, идет речь о том, что минимальный будет стаж требован 5 лет, то есть если у тебя нет этого 5 лет, то ты уйдешь на пособие, даже если у тебя есть отчисление, если у тебя есть 4 года стажа, ты тоже не сможешь выйти. И постепенно ее будут увеличивать, и через 15 лет хотят достичь, чтобы этот стаж был 20 лет. Вот здесь я немножко боюсь, почему? Потому что я думаю, это большие риски, недовольство будет среди людей, потому что 20 лет, как я посмотрела, даже вот я сейчас работаю в частной компании, до этого в ГОС, и как бы в ГОС более-менее все спокойно, а вот в частных компаниях, к сожалению, во-первых, все идет мимо трудового кодекса, работодатели дают деньги в конвертах, зарплаты, и соответственно стаж у тебя не идет, и выработать 20 лет стажа, необходимый по новому, по новым планам нашей республики, я думаю, будут иметь единицы, к сожалению. То есть получается, большая доля людей будет вынуждена уходить на пособия. Вот это меня немного смущает, если не говорить больше, чем немножко. Вот такие основные направления нашего развития. А, я знаю, что еще одно, какое-то время назад были проблемы с пенсиями фермеров и людей, которые живут в сельской местности. Они остались или как-то проблема решена? Нет, они так и остались, к сожалению. Да, был вариант, когда я даже, когда работала, мы думали о том, чтобы как вывести, как в Китае, вообще за пределы пенсионной системы, чтобы они планировали свои доходы только за счет ведения своего домохозяйства. Но потом, опять-таки же, по истории посмотрели, что эта практика себя не оправдала, потому что люди, к сожалению, не научены формировать себе какие-то средства. И получилось так, что к возрасту, когда люди не могут даже обрабатывать свою землю или ввести скот, у них, тем не менее, не осталось средств существования, они все легли на пособие, вся нагрузка. То есть мы отказались от идеи как-то их убрать, но повышать тариф в сторону пока тоже я не видела, чтобы соцфонд такую политику вел. Ну, пока по поводу сельхоз никаких движений не вижу в стороне соцфонда. Единственное, что, может быть, пытаются их больше охватить страховыми взносами, с учетом, что ранее налоги собирали, вернее, страховый взнос собирали соцфонд сами, и не хватало людей у нас, а в налогах намного значительно более расширен штат, и у них сейчас очень усилена полномочия, прям штрафные санкции сильные, и значительно увеличили сборы, и, может быть, за счет этого хотят нивелировать вот этот вопрос сельского хозяйства. Спасибо большое вам за ваш рассказ. Проблем, наверное, тоже немало в этой области. Давайте сейчас послушаем о том, какова ситуация в Таджикистане. Азиз, пожалуйста, расскажите нам основные проблемы. Что здесь? Здравствуйте, Лома, здравствуйте, коллеги. И в своей 10-минутной презентации я хотел бы рассказать в общем о ситуации на данный момент, и о том, вкратце рассказать о нашей в прошлом, в котором мы проводили исследование. В Таджикистане я сопротивляю специфика, думаю, что она также есть и в других странах, но в наших условиях она более ярко выражена. Я имею в виду про пенсии трудовых мигрантов и связанных с этим вопросом, о будущем социального обеспечения трудовых мигрантов. Почему? Потому что мы это проводили, как вы вначале анонсировали такое исследование. Оно небольшое, более качественное, но тем не менее оно дает не слишком репрезентативные, дает интересные виды. В общем, ситуация такова. Начиная с 2010 года Таджикистан начал принять закон, новый закон о социальном обеспечении и пенсиях, он может по-другому варьироваться, то есть, но суть в том, он может по-разному называться, но суть в том, что начиная с этого периода и до 2017 года был такой лаг, такой период, когда правительство пыталось и смотрело на то, что будет, если говорить вкратце, это переход от солидарной системы к накопительной, учитывая, несмотря на то, что было сказано, что Таджикистан одна из стран с точки зрения демографии одна из молодых наций, но специфика теневой экономики, потому что не только нации, но мы должны учитывать, что пенсии получают это часть бюджетной системы, и она получает большую часть из бюджета. Если уровень количества поплательщиков меньше, то, соответственно, нагрузка на пенсионный налогонагрузка увеличивается. По некоторым данным, те данные, которые мы проводили ранее, в 2015-2014 году, нагрузка на одного пенсионера это 2,2. Другие эксперты считают, что ситуация более позитивна, это 3,5, то есть 3,5 официально зарегистрированных и официально работающих налогоплательщиков относятся к одному, соответственно, к одному пенсионеру, то есть это более позитивно, они просто поделили 2,5 миллиона официально зарегистрированных на количество официальных пенсионеров, которые есть. Ну, посмотрим, насколько это сумма ВРН, то есть довольно широкая шкала между 2,2 и 3,5. До 2017 года была определенная адаптация к этому периоду и начиная с этого периода реформа по сути началась и те пенсионеры, которые раньше вышли до этого периода на пенсию, они получают по ставой системе, это чуть больше, что касается тех, которым предстоит выйти, которые выйдут уже после этого, есть такое понятие, как накопительный взнос, то есть это не только учитывается трудовой стаж, сумма тех вкладов и вложений, которые гражданин, работодатель или сам работник оплачивает в это, то есть это очень небольшая сумма, но пока нет довольно большой массы людей, которые начинают получать пенсию, мы будем смотреть, насколько они какой вклад, какой эффект окажут вот этот переход. Здесь я хочу уточнить два момента, которые меня самого немного беспокоят. Это по сути кулуарное обсуждение те исследований, которые мы проводили, и мы спрашивали, знаете ли вы о предстоящей реформе, какие ваши финансовые, частные финансовые стратегии на этот счет. Большинство из них сказали, нет, мы не знаем, мы не слышали. Это один из ключевых минусов, я сказал бы, коммуникация, это один из хромающих и плохо рассмотренных вопросов этой реформы. И да, я согласен, что переход на новую систему необходим, он неизбежен, несмотря на высокий, хороший показатель по демографии и молодую нацию. Это вопрос времени, через некоторое время мы также перейдем на так называемый третий демографический переход, и страна тоже будет стареть. но это вопрос может быть через одно или два поколения. Но тем не менее, как я сказал, уровень теневой экономики и легальных налогопократительщиков небольшой. Не забываем, что есть высокий уровень трудовой миграции, даже сейчас, несмотря на военный конфликт в стране рецепиенте, главном стране рецепиенте так называемый условно миллион, он может меньше, может больше, также не участвует в этом процессе. Следу также сказать, возможно, чуть сложнее скажу о таком соглашении, которое есть не только в других странах, членах ЕС, это соглашение так условно называемый дележе пенсии трудовых мигрантов, которые работают и зарабатывают в России, а трансферы части средств, которые получили, они заработали в России, в страны доноры, страны Таджикистана или Таджикистана или другие страны. Этот вопрос также, он по сути, хотя в 2021 году правительство России приняло его, но пока мы не видим реальных эмпирических данных, насколько этот механизм работает. То есть, я ничего не слышал, возможно, такое есть, чтобы человек получал не как гражданин России, а как гражданин Таджикистана пенсию из России, которую он заработал там. Другой момент, это именно один из факторов миграции, это не только заработать сейчас, но и также это, я вижу, что и молодое поколение, и люди претензионного, и более молодого поколения также рассматривают вопрос пенсии, и их стратегии сводятся к тому, чтобы иметь двойное гражданство, либо же так как мало людей знают трансферы, но также они ожидают получить пенсию в будущем российская, но это просто, мы не знаем точно, насколько это будет реализовано, когда придет время, когда будет первая когорта людей, которые выйдут на пенсию, но в данный момент они трудовыми грантами. Вопросы, которые мы задавали нашим респондентам насчет их будущих финансовых стратегий, они также варьируются, они могут быть традиционны, и для других стран это помощь родственников, детей, это некоторые говорят, что я надеюсь только на себя, это небольшой бизнес, это ну и также пенсия, несмотря на то, что они знают, что Таджикистан одна из самых низких пенсий на футболевом пространстве, сейчас на данный момент это 24 доллара или 23 доллара, через несколько дней 1 июля будет повышение пенсии на 20%, но это будет, например, базовая пенсия стоила 230, 230 чен, сейчас будет 250, базовая пенсия это пенсия, которая независимо от вашего трудового стажа или склада вы получаете, по сути, это пособие по бедности, если можно назвать, она не соответствует никаким даже гигиеническим, медицинским, так называемым прожиточным уровнем, не говоря о такой корзине, прожиточной корзине, которой еще нет в Таджикистане, ну, учитывая положение вещей, было бы странно видеть, показать цифру, сколько нужно на человека в месяц и сколько мы зарабатываем, прожиточные зарабатывают и пенсионеры также, хотя довольно широкий разброс из пенсии, в исключительном случае очень высокие пенсии, но также это скорее исключение и очень высокие вопросы, большие вопросы о том, как они сформировались, большинство населения не ожидают высоких пенсий, но тем не менее они ожидают, они хотят получить таджикскую пенсию, даже если они будут гражданами России или имеют важное гражданство, они ожидают этого, потому что большинство трудовых мигрантов, если мы говорим про них, ожидает в скором времени, когда будет пенсионный, предпенсионный или на старой селе вернуться в Таджикистан и оставшуюся сейчас жизнь прожить здесь. Но разные стратегии и сейчас, если мы говорим про трудовую миграцию и про будущее и финансовые стратегии, сейчас, если раньше странно рецепиентом и надежда на будущее себя или детей была в России, то сейчас уже широкий выбор, относительно широкий выбор, люди начинают задумываться, это тоже интересная тема для наблюдения о других странах и это обсуждают. В принципе, я постарался рассказать, смешать две темы, это тема пенсии трудовых мигрантов и резюмируя, могу сказать, что это необходимо. Единственное, есть необходимый переход на накопительную систему, он более с точки зрения рыночной экономики, с точки зрения частного и ответственного поведения обусловлен, но меня смущает то, что об этом говорят мало, об этом не обсуждают, ни на каких уровнях, медиа об этом пишет, но не часто, и я думаю, что мы придем к тому, что нас просто тихо об этом повестят, и у нас уже не будет никаких возможностей что-то менять, то есть как часто и происходит. Спасибо, Азиз. Вы затронули очень важную тему, это пенсии трудовых мигрантов, это очень важная тема для стран Центральной Азии, поскольку мы знаем, что трудовых мигрантов очень много в Таджикистане, в Кыргызстане и в Узбекистане также. Спасибо большое, и сейчас я хочу предоставить слово Васанджару Бабаеву. Санджар, пожалуйста, расскажите нам, как работает пенсионная система в Узбекистане. Кажется, что Узбекистан в последние годы делает очень много для улучшения социально-экономического положения своих граждан. Какова ситуация с пенсионной системой? Пожалуйста, вам слово. Добрый день, спасибо за приглашение на этот семинар. В Узбекистане солидарная система, де-факто солидарная система, когда текущие рабочие через социальный налог финансируют пенсии, которые сейчас трудовые пенсии, это 12% социальный налог платит, бюджетная организация 25%. Количество пенсионеров по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца около 3,8 миллиона человек, при общем количестве трудовых ресурсов около 19 миллионов. Но в реальности же работает 13 миллионов, но формальный сектор еще меньше. Это общая проблема для наших стран. Налог платит чуть больше 5,5 миллионов человек в реальности, если посмотреть. Есть такая базовая составляющая надбавка за стаж, надбавки за специальный, очень большой льготный контингент, так называемый, первый, второй, список номер один, номер два, номер три. Когда я занимался пенсионными делами, я распечатал 200 страниц списки эти льготные вышли. Это еще не считая военных, спецконтингент еще не считая. Были различные такие интересные надбавки, до сих пор существует. Средний размер пенсии у нас где-то в январе-феврале этого года 23-го года 1 миллион 100 тысяч сумм, это около 100 долларов. При средней заработной плате 2,8 миллиона сумм, по данным ГНК, не госком стад, госком стад, официально и только в бюджетном секторе работает, высокооплачиваем только учитывает. И с этой точки зрения у нас коэффициент замещения неплохой, 38-37 процентов выходит, в среднем если посмотреть. Накопительная система пенсионная ввели, но в реальности она не очень хорошо управлялась, было 1% очистение от доходов, он администрировался Халлбанк, Народный банк, но частично они были ресурсы как для госбанков передавались, некоторые для госпредприятий отдавались, например, один из нескольких миллиардов сумм было выдано под 7% годовых, когда инфляция 12%, ну, конечно, это проявляет большую часть капитала, ну, сейчас из-за недоразвития финансов рынка правительство так символично 0,1% только спустило эту сумму, но я это затрону тему дальше тоже эффективность управления накопительной части, насколько это надо. Администрируется это все через пенсионный фонд, внебюджетный пенсионный фонд, его расходы были около 5% ВВП в этом году, план, из них 53 триллиона сом, из них 35 формируется за счет социальной отчисления, 18 триллиона за счет это трансфер из госбюджета. За последний, одна из самых меньше реформированных систем пенсионной была, последний, вот во время президента Шавката Мурзиева сделал довольно так много удобства и более справедливо сделала пенсионную систему, в рамках существующих ограничений. Что сделали? Во-первых, работающих пенсионеров 100% пенсию начали начислять, сделали амнистии, раньше был довольно так придирчивый, неправильно начислить пенсию, заставляли граждан возвращать все это все, амнистировались и все это забыли, подняли минимально потребительским расходом, чтобы не менее их было инвалидам намного облегчили, электронизацию сделали и большинство, довольно таки много удобств, волокита намного меньше стало, с прошлого года это все электронно, вам даже ничего не надо бегать, многие документы уменьшили до 2005 года в стаж и сейчас фактически то, что молодое поколение работает, конечно, в формальном секторе, оно может довольно таки через электронную систему труда, статистика труда все это регистрируется, ему не надо ничего бегать, все это видно в пенсионном фоне, сколько человек начислять и так далее и так далее и формализация довольно таки очень важные вещи, которые правительство начало, как я сказал, 3-8 миллионов пенсионеров по возрасту и еще фактически 5 с лишним миллионов человек платят налоги, а заняты 13 миллионов. Формализацию начали самозанятые, мигранты, им сказали под базу расчетную величину 30 долларов в год заплатить социальный страховой взнос и мы будем учитывать ли это в качестве стажа, ну чтобы начать формализоваться и так как налоги на труд был 25%, 24%, это было очень большой нагрузкой. Его снизили до 12%, но выпадающие доходы начали государство из госбюджета через трансфер начали покрывать. Это было правильным решением, так как для формализации переходный период надо было компенсировать все это сделать. Самозанятые, мигранты, как говорится, насчет самозанятых почти 70 видов услуг на самозанятых в основном сферу услуг 70 видов занятых профессий великой самой занятой и еще что. Корея, например, у нас есть договор о пенсионных обеспечении мигрантов. Они очень даже исправно начисляют и переводят в Узбекистан, что у них это уже гарантировано только Корея работа. Проблема, конечно, с другими странами, у которых более, как бы сказать, менее цивилизованный рынок труда, менее формализированный. Конечно, с ними начали, Узбекистан начал переговоры, с 18-го года активизировал переговоры, но у этих стран у самих были финансовые проблемы, так сказать, и накапливать, и отдавать вряд ли. И мы, например, сейчас видим, конечно, многие, может быть, они популистические выступления политиков из этих стран, они фактически хотят конфисковать даже то, что, даже если начистится, или даже то, что зарабатывается, побольше часть хотят конфисковать, то есть за счет наших трудовых мигрантов решить свои внутренние проблемы, конечно. Я даже не знаю, как это будет перспектива выглядеть, но и наш пенсионный фонд идет на встречу, как-то символическую плату зачисляет их. Есть много каналов осведомления пенсионеров об их правах, сколько они могут получить пенсию, если они недовольны, так и многоуровневая система обжалования, и это довольно-таки неплохо работает. У нас есть пенсионный фонд, он не сидит на месте, все старается сделать, облегчить документы обороты и так далее и тому подобное, но, конечно, он будет действовать в рамках своих полномочий. Ну, как я сказал, самое главное одни из проблем это коэффициент на сколько на одного пенсионера сколько заняться приходится. И, исходя из этого, самое главное, из-за низкого уровня формализации, как я сказал, если всех работающих взять, 3,5 человек приходится на одного пенсионера, если посмотреть только тех, кто соцналог платит, то только 1,5 1,6 ну, конечно, что отраслевым специалистам приходит на ум, сразу, так как Узбекистан по рекомендациям первый придет, я на рекомендации перейду сразу, что отраслевым специалистам приходит на ум, как местным, так международным, повысить пенсионный возраст, ужесточить, 5, 10 и так далее, и тому подобное говорят. Да, на первый взгляд это так, но давайте посмотрим, давайте быть объективным с точки зрения распределения экономических выгод и издержек, как только работать, так население должно сделать, а как только платить, это Узбеков есть такое выражение, и что надо все-таки посмотреть, выйти за рамки чисто пенсионной системы и вообще социально-экономической точки зрения посмотреть. Я как специалист по управлению госфинансовым сказал, прежде чем повысить какие-то ужесточения, идти на крайности, я практически должно больше работать, продолжить реформу, которые начали по формализации заняться, по реформированию экономики, дерегулированию и так далее. Несколько примеров приведу. Например, у нас налоговые льготы только составляют 4,5% ВВП. Если это по 2023 году, это 5 триллионов сумм. Пусть даже мы не все налоговые льготы можем отменить, ну половину даже если мы отменим, оптимизируем, остальные социальные, то же самое пенсионеры не платят налоговые льготы. 2% ВВП это 20 триллионов сумм. 1 миллиард 800 миллионов долларов. Если даже не все это бюджетный пенсионный фонд, пусть даже одну четверть мы дадим образованию. Если одну четверть мы дадим образованию, это будет где-то 5 триллионов сумм. На эти деньги можно на 200 тысяч учеников мест построить школы. В здравоохранение дать соответственно порцию и так далее. дадим часть пенсионного фонда. Одну десятую часть пенсионного фонда. Не хитрые такие расчеты делают, что на 40 тысяч можно ежемесячную среднюю пенсию поднять. Это 4%. Это 4%. Если дальше пойдем, у нас есть реформа госпредприятий, которая идет приватизация, улучшение их управления, это тоже даст несколько процентов ВВП. А улучшение налоговложений золота и золотодобывающей отрасли, медной отрасли, ну ладно, пусть даже пойдет фонд реконструкции развития. И тогда и тому подобное. И например снижение неэффективных госзакупок. Мы слышим каждый день какое-то министерство на 17 миллиардов дороже. Фестиваль два раза дороже, например, если все это сложить, сложить, даже половину, если мы реализуем, это где-то минимум будет 6-7% ВВП. Если даже 1-2% идет на снижение бюджетного дефицита, останется 5%. Из 2% я сказал, что это выходит. Ладно, если по пенсионерам вернемся, это значит, можно их пенсию повысить на 100 тысяч в месяц, это где-то 9%. Дальше идем. Потому что надо шире смотреть. Раз мы требуем от пенсионеров, от населения, чтобы оно работало, правительство тоже должно чуть больше работать. Продолжить, оно работает, сейчас просто надо продолжить эту же работу. Как я сказал, пенсионерам довольно-таки много помогли делиберализации валютного курса, многих рынков провели, но это надо продолжать и эта деятельность даст намного больше ресурсов, чем параметрические изменения внутри пенсионной системы. Это как out of box. Если идти не так узенько, а посмотреть на big picture, на все это. И дальше пойдем. мы сейчас в школе мы учили такую вещь, как например из краника вода течет в бассейн 10 литров, из бассейна вытекает 5 литров. Глупая вроде бы задачка, но это пенсионерам касается, потому что мы говорим о повышении жизни пенсионеров. Вот краник это пенсионный фонд и бюджет, пенсионные выплаты, но есть строжайший бич инфляция. Улучшение инфляции. Для уменьшения инфляции центральный банк принимает хорошие меры, дай бог, каргетирование инфляции даст хорошие результаты. Мамроза нормурат последний бассейн, который надо взять, это госпредприятие, либерализация госпредприятия, дерегулирование рынков монополизированных и еще отмена льготных кредитов. Точнее вот эти три бассейна, если возьмет центральный банк, инфляция сильно снизится, и дай бог вот эта геополитическая нестабильность тоже, конечно, за пределом контроля Узбекистана. А для этого и вот этот инфляционный вопрос. Следующий вопрос, потому что если мы повысим пенсии, но это повышение будет повышением цен, особенно на продукты питания, которые составляют большой бюджет, на медицинские услуги, какой толк от того, что пенсионный фонд, бюджет пыхтит, пыхтит, старается, а все это съедается инфляцией, например, неэффективными рынками, монополиями разными. А дальше давайте пойдем. Все равно накопительная система нужна. Накопительная система пенсии нужна, все-таки есть, потому что обеспеченные люди, а почему все равно у них есть потолок получения пенсии, надо накапливать. Но я вам скажу, во-первых, финансовая система, да, это улучшение функционирования финансового рынка, но Узбекистан, по правде говоря, многие вещи, то, что я сейчас говорю, для Казахстана, они говорят, в 90-е годы мы это прошли, но мы сейчас эти проходим, и эти первые шаги нужны. То же самое приватизация надлежащая IPO госпредприятие даст толчок развитию финансового уровня. Снижение инфляции очень важных условий. И еще более важные условия это развитие альтернативных финансового рынка. Я говорю, например, об исламских финансах. В Ферганской долине, городе Ташкент, Самаркан, вообще, если посмотреть, много вопросов проведенных про ООН, АЭФС и другим организациям показало, что многие предприниматели населения они не вкладывают в официальную финансовую систему, потому что это противоречит их религиозным убеждениям. Как только власть Узбекистана дорегулирует и, как Косыгин говорит, стоимость реформы это стоимость бумаги, на которой распечатан указ о реформе. Вот эта реформа даст сильнейший толчок к развитию финансового рынка и уменьшению инфляции, потому что то, что сейчас неформализовано, денежная масса будет собрана в официальные новые финансовые институты. Большая часть этой денежной массы будет формализована, и это снизит инфляционное давление в нашей экономике. И это даст огромнейший еще политический дивиденд для правительства. Его на руках было носить в течение долгих лет благодаря только этому мероприятию. И, ну, конечно же, я не... формально это, например, это немножко пять лет, десяти лет формально более обеспеченные люди уже сейчас могут накопительной системой вложить средства и будет достаточно пенсии вот эти пассивный доход. Ну, минимум 10, а то 15 лет понадобится, чтобы накопить, чтобы создать эту систему. А вот то, что я до этого сказал, например, отмена налогов в год, это несколько лет уйдет, 2-3 года. Прозрачное управление госпредприятием, они всегда очень... через большие субсидии и так далее, и тому подобное. Это везде неэффективно, но это минимум пять лет уйдет, например, приватизация, от пяти до десяти лет. Борьба с инфляцией то же самое. А самый долг, конечно, формализация. То есть, мы можем разделить повышение уровня благосостояния населения на два этапа. Ну, пенсионер. Первый этап за счет улучшения управления госфинансов, то есть за счет лучшей мобилизации доходов, сокращение неэффективных расходов, коррупции и так далее и тому подобное. То, что проект старается делать, ну, надо продолжить эту работу, это на пять-десять лет обеспечить увеличение пенсии, несмотря на то, что у нас уровень формализации. И в течение этой формализации более 100, увеличившаяся формализация позволит поддержать этот уровень, несмотря на адверс, то есть неблагоприятную ситуацию. с широкая картина. Я вопрос отмечаю. большое, Саня, вы действительно уже плавно перешли и дали свои рекомендации. Очень важно, когда есть эффективная система госуправления и когда есть такая общая финансовая грамотность как у пенсионеров, так и у структур, тогда, я думаю, ситуация будет улучшаться. Спасибо вам большое. Мы все ваши эти рекомендации запишем, и у нас будет статья на нашем сайте kabar.azia. Пожалуйста, все, кто интересуется, могут прочитать это. Прежде чем продолжить, да, спасибо большое, я бы хотела попросить всех вас заполнить форму по ссылке, которую в чате закинула моя коллега Ольга Завьялова и ответить там на несколько вопросов. Это займет всего 2-3 минуты вашего времени, но это поможет улучшить нам свою работу в дальнейшем. Спасибо большое. И давайте тогда мы переходим ко второму блоку, который начал Санджар. Это рекомендации. Все-таки из, ну, наверное, я не знаю, может быть уже больше, но 76 миллионов населения стран Центральной Азии это 10 или 12% люди, которые получают государственные пенсии, дотации. И если посмотреть на официальные отчеты, то все как один страны говорят о том, что улучшаются условия жизни, в том числе пенсионеров, называются огромные суммы, которые им выплачиваются, но на самом деле проблем очень много в любой стране. Давайте сейчас, пожалуйста, ваши рекомендации. Я попрошу, что же нужно делать, чтобы улучшить ситуацию, чтобы наше старшее поколение не чувствовали себя на старости лет обездоленными, брошенными, не рассчитывали только на то, что их будут содержать их дети. Дети тоже не всегда могут содержать. Поэтому, пожалуйста, Азиз, давайте в обратном порядке. Тогда Узбекистан выступил. Пожалуйста, Таджикистан, ваши рекомендации. Хорошо. И тогда я сделал две рекомендации, но в зависимости от того, кому это можно рекомендовать, для тех, кто уже вышел на пенсию и как улучшить их качество жизни для тех, кто собирается или в скором времени выйдет на пенсию. Я начну со второй когорты. Как сказал в моей презентации, большой минус именно в этой пенсионной реформе в Таджикистане это мало они знают. Это очень слабая коммуникационная политика, коммуникационная стратегия со стороны правительства. Складывается впечатление, что стараются не освещать ее широко, потому что возможно ожидает каких-то критики или последствий в свою очередь. Это мое предположение. Но тот факт, что об этом реформе мало знают. Они в принципе ситуация такова, что я имею в виду именно в стране, что некоторые из когорты или из слоев низко из бедных слоев или малопречных слоев не думают слишком далеко на такую перспективу. Большинство людей, с кем я общался в наших исследованиях, они думают о сегодняшнем диапазон, их горизонт видения не очень широкий, потому что они думают о сегодняшнем, а завтра как найти средства для себя, для родных, детей и так далее. Плюс к этому слабая коммуникация со стороны о реформе, о том, что нас всех ожидает, что какую пенсию мы получим будет в большей части зависеть от нас, от наших взносов, от наших вкладов, то есть здесь переход от солидарных больше, но при условии доминированной государственной пенсионной системы нет речи о пока частных пенсионных фондах, пока есть только государственные, хотя в законе есть частные, в законе есть упоминание о частных пенсионных фондах, пока таких не существует на данный момент, возможно, в скором будет времени и мы последуем может к казахскому примеру или по чилийскому примеру, такой самый христиматинный или классический пример, поэтому люди должны знать, я согласен с тем, что это неизбежно, и это больше дает маневра для самих граждан определить свое будущее, то есть они уже начинают думать о том, как они хотят видеть свое будущее, они хотят, чтобы это было более-менее обеспеченным и это больше зависит от них, но об этом нужно говорить, об этом нужно доносить, чтобы они уже принимали решение ответственности в молодом возрасте, в моем возрасте, например, молодые об этом знают, в силу культурных или других причин, они так долго не смотрят, думают, выживу, я доживу до этого времени, есть такие фаталистические нюансы в нашей культуре, может, централизация культуры, тоже такое есть, то есть первая рекомендация это коммуникация, говорить об этом, государство должно не стесняться об этом говорить, мы заявляем, что мы социальное государство и по некоторым показателям, по бюджетной части, да, это так, но если сравнить, на какие части мы тратим, это больше здравоохранение, это больше образование социальной политики меньше, но тем не менее, качество жизни пенсионеров и общий уровень бедности среди населения он высок, то есть в глобальном мы живем лучше, чем 10 лет назад или 5 лет назад, но тем не менее, мы также отстаем и мы сравниваем себя с другими соседями или с другими, кто более успешен или более успешно провел ранее реформы, мы чувствуем себя позади. Что касается другой рекомендации, которую бы хотелось сделать, ведь и наши наблюдения показывают, что несмотря на то, что мы ожидаем классически традиционно считаем, что государство должно обеспечить это, я думаю, что переход и в дальнейшем переход на комитетную систему избавит большинство населения от иллюзий, что государство что-то должно, то есть постепенно это будет происходить и это государство также, правительство также хочет, чтобы было меньше нагрузки на ее социальную сферу, при этом, чтобы не построил ее имидж как социальное государство, поэтому она будет делегировать больше ответственности, но об этом нужно еще раз говорить. Другое направление это другие сферы, которые не связаны прямо с пенсионной системой, но так или иначе способны улучшить благосостояние населения. Это налоговая система, это предпринимательская политика в области бизнес-среды, улучшение бизнес-среды, потому что чем больше возможностей зарабатывать и зарабатывать больше, а здесь нужны другие меры, другие механизмы, тем меньше они смотрят в рот государству и полагаются только на себя. Это будет развивать также такие черты, как предминчивость, самостоятельность и трудолюбие и перспективы только на свои силы. Что касается тех людей, которые уже на пенсии и чья пенсия небольшая, то это уже сфера также не только пенсионного, потому что мы должны понимать, что простым переспределением это тоже не повлияет. Увеличение пенсии, которое также регулярно озвучивается в высоких триумб, также никакого роли не играет, потому что есть такая вещь, как инфляция, как инфляционное ожидание, когда уже мы объявляем, что через месяц или тремя месяца будет повышение пенсии, в тот же месяц повышаются цены на основные базы продукта или то, что потребляют большинство людей. Поэтому это просто как бег по крысинам бегали, бег по колесу белки. Мы стараемся поймать свой хвост, но они это не понимают. Поэтому если говорить про улучшение благосостояния и увеличение пенсии нынешних пенсионеров, то это уже не только вопрос переспределения финансовых средств, он не так, хотя в этом случае тоже можно вопросов задать через эффективное управление, через экономию определенных средств, через аудит тех расходов, которые на данный момент не считаются приоритетными. Это больше сфера уже больше общеэкономической макроэкономической политики, увеличивание налоговых поступлений через расширение налоговой базы, через улучшение предпринимательской среды этому способу. То есть, чтобы решить проблему ныне бедных пенсионеров, нужно решить несколько крупных проектов, нужных проблем, которые требуют многих вещей. Зачастую то, что мы сейчас наблюдаем, это происходит стимулы, которые заставляют правительства наших стран что-то поменять, либо стало очень плохо, если мы не поменяем, будет еще хуже, либо нашелся организация, институт развития, который готов заплатить за это и продвигать это, либо настойчиво рекомендует начать это делать. Я вижу два стимула, два начала для каких-то изменений, более легкий, лайтовый, более радикальный, когда нужно спасать тушить пожар. Кажется, два направления коммуникации и те вещи, которые не связаны напрямую с пенсиями, но влияют на них. Спасибо большое, Азель, спасибо за ваши рекомендации. Это очень важно, то, о чем мы сегодня говорим, от этого зависит жизнь нашего старшего поколения и дальнейшая жизнь наших молодых людей. И, конечно же, то, о чем мы говорим, это волнует всех. И сейчас, пожалуйста, Джамиля, ваши рекомендации. Я хочу услышать о том, что бы вы предложили для того, чтобы улучшить систему в вашей стране. Пожалуйста, Джамиля. Прошу прощения. Я во многом согласна с предыдущим выступающим, с Азизом, конечно, в плане экономика, инфляция, все съедает. Я абсолютно, я уже давно, когда пыталась еще, работая в этой сфере, изучать и думать о том, как же можно улучшить пенсионную систему, я поняла, что идеальной формулы, к сожалению, нету. даже в тех странах, в которых она достаточно успешна, все равно и там находятся свои минусы. И я поняла так, что все-таки основной проблемой пенсионной является экономика страны. То есть пока мы не поднимем экономику, пока мы не увеличим уровень дохода населения, конечно, даже если он будет оплатить в пенсионные фонды добросовестно, регулярно, накопить с небольшой выплаты дохода большой, взносы и, соответственно, большую пенсию все равно ты не сможешь. Для того, чтобы делать большие отчисления в пенсионные фонды, формировать достойную пенсию, надо иметь достаточный уровень заработных плат. Как раз до этого один из ораторов говорил о том, что есть очень большой разрыв между большими пенсиями и маленькими именно за счет того, что, во-первых, очень большой разрыв между доходами населения, но в большей мере, конечно, большой уровень зарплаты у нас имеют отдельные категории, судей, предположим, те, у кого очень большие всякие коэффициенты на бабки и так далее. Поэтому для среднего населения, к сожалению, единственным, я вижу, источником, это повышение уровня дохода. Кроме этого, конечно, тоже из минусов то, что наше население понятия не имеет, как формируется пенсия, пытаются максимально избежать налогообложения, понимая, что сейчас их уровень дохода, им сейчас важнее эти деньги направить на существование своей семьи и себя, нежели отчислять непонятное государство, непонятное будущее, добавок, непонятное к тому времени, когда они будут на пенсию, какие будут правила игры в этой системе, возможно, что-то поменяет и смысла не было в том, что ты что-то копил. Больших ожиданий Азиза по поводу накопительной части пенсии, к сожалению, по истории нашего государства, у нас уже 13 лет как накопительная велась, я в том числе руководила подразделением, которое вводило эту накопительную часть. К сожалению, тех ожиданий я пока не вижу, хотя, тем не менее, я говорю, я поддерживаю накопительную, но практика показала, что накопительная дает хороший результат, когда средства инвестируются, получает инвес доход, но, как казалось, очень много желающих со временем появляется нам пользование этими деньгами, и в том числе сейчас изменились правила выплат, то есть, если те средства, которые мы планировали выплачивать в виде пенсии, сейчас меняется, вот то, о чем я говорила, в процессе времени меняются правила игры, и сейчас изменены правила выплат, то есть, эти средства можешь изъять на ипотеку, можешь изъять в случае, не всю, а часть, на случай, если ты остался без работы, тебе нужно существовать, чтобы взять, получать пособие от государства, ты можешь изъять эти пенсионные средства, то есть, таким образом, я считаю, немножко неверно, то есть, мы формировали пенсию, а сами взяли и посередке ее изъяли на свои нужды сейчас, вроде как для человека, да, сейчас они нужны, но мы говорим о пенсионном обеспечении, то есть, вроде мы ввели накопительную часть пенсии, но по факту мы ее съели, будучи молодыми, и к пенсионному возрасту мы придем, опять-таки, только с солидарной частью пенсии, то есть, у нас, к сожалению, пока, фармных результатов от накопительной части пенсии, тем более, там, регулярно смотрю, государство посмотрит на эти деньги, с желанием их потратить на какие-то государственные проекты, но пока, слава Богу, это не произошло, но я не уверена, что это произойдет когда-нибудь, вот то, о чем говорил как раз Сандяр, по-моему, да, что могут изъять там в любой момент, и так далее. Ну, вот основные направления, это я вижу, только экономика, повышение уровня дохода, это информирование населения о будущем, по миграции, да, тоже я очень рада тому, что сейчас у нас, скажем, подписано соглашение пенсионной ЕС, это если вы в странах ЕС работаете и делаете отчисление, то вы будете иметь право на пенсии, как тех стран, в которых вы отработали необходимый стаж, или какие там условия в этих странах пенсионные будут, плюс, если у вас есть право на пенсию в своей стране, вы еще будете иметь право на свою пенсию, то есть из двух источников можете получать закон на пенсию, меня это очень радует, я бы вот больше бы как раз работала в направлении, то чтобы с большим количеством государств заключить подобные договора. И что еще? И основной вообще я для себя поняла, что вообще нельзя надеяться на государство только, что все-таки надо, видимо, вот еще со школы учить людей о том, что, да, надо копить, я за пенсионы, за отчисление, но еще нужно учить детей о том, что нужно иметь некий другой источник существования, потому что даже ты получишь пенсию, понятно же, что ее уровень не позволит тебе достойно жить. Если сейчас даже смотреть, то сейчас наша пенсия в Кыргызстане, она равна прожиточному минимуму, который складывается только из продуктов питания. Но в эту продуктовую корзину не вложили лекарства, не вложили оплату коммунальных услуг, я уже не говорю о каких-то поездках, о каких-то там культурных мероприятиях, оплаты, да, то есть даже если будем все замечательно формировать и участвовать, все равно я считаю, что надо учить наших детей отдельно от пенсионной формировать себе дополнительный источник для того, чтобы содержать себя в старости. Все, спасибо. Спасибо большое, Джамиля. Конечно, это очень важно. Но, как уже все вы говорили о том, что люди очень мало задумываются о том, что же в далеком будущем их ждет. Прежде чем предоставить слово Баджан Муралывне, я хочу призвать участников, зрителей нашего мероприятия задавать свои вопросы в чат нашего, да, который в Zoom. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, у вас есть сейчас возможность, что на ваши вопросы ответят наши уважаемые эксперты. Баджан Муралывна, я прошу вас предоставить нам свои рекомендации. И, да, что делать для того, чтобы люди были обеспеченными к старости? Пожалуйста. Ну, так как я уже проблемы наши говорила, и одну из проблем назвала, что у нас, особенно по регионам, у нас есть разное количество пенсионеров и разное количество самостоятельно занятых, формально занятых, это в неформальном секторе занятых, которые не делают отчислений пенсионных, да, то у нас, ну, как бы рекомендация, одна из рекомендаций для пенсионного обеспечения, это чтобы все-таки были успешные какие-то проекты в сторону формализации занятости. Конечно, много очень для этого делалось у нас, у нас вводилось так, что очень минимальная сумма единого социального платежа делала, чтобы это люди, которые занимаются, скажем, таксуют там какими-то в сфере услуг, небольшими какими-то операциями занимаются, чтобы они хоть как-то себя как-то легализовали. Часть из этого единого социального платежа делалась как раз-таки, вот отчислялась пенсионный фонд, ну, то есть хоть небольшую сумму, но хоть какое-то накопление, и плюс еще у нас, так как стаж считается через, сейчас не по трудовым книгам уже, ну, как бы или такое положение, а по накопительной системе, то есть кто с 98, до 98 года вообще стаж не имел, у них сейчас стаж вычисляется больше не по трудовой книжке, а прежде всего по вот этим, по стажу, скажем так, накопительной пенсионной системе. Соответственно, вот этот вот хотя бы ЕСП позволял бы им восполнять какие-то пробелы, когда они там выпадают из вот этих пенсионной системы, как-то формализовать себя. Очень много делалось, когда это АСП, например, человек получает, чтобы он, например, если он трудоспособный, когда с ним заключается вот эта обусловленная социальная помощь, и заключается социальный контракт такой, чтобы он тоже, либо если он каким-то этим делом занимается, ИП оформлял, либо вот так, как через ЕСП, но как-то тоже сформализовал свою деятельность, то есть там тоже какие-то требования определенные есть, чтобы он продолжал получать эту АСП. То есть, в целом, это, конечно, очень много мер есть там, чтобы принимательство развивать, обустраивать различный там серебряный возраст, молодежная практика, то есть людей, чтобы устраивать на работу там через субсидирование государства, субсидирование заработной платы для работодателя, чтобы, ну, как бы хоть как-то обеспечить на какое-то время, ну, то есть тех, кто наиболее подвержен безработице, скажем так, и опять-таки, тоже это на формализацию занятости влияет, то есть хоть как-то этих людей вытащить, потому что, если, ну, в свое время мы исследование когда делали, получалось, регулярные отчисления у нас делаются, если по статистике около 8, 8,8 миллионов у нас было этих занятых, всего занятых, да, только 54% из них делали регулярные пенсионные выплаты, это даже, если считать, что у нас по статистике на тот момент 28% только было этих самостоятельных занятых, то есть получается даже в секторе, скажем так, в формальном вроде бы секторе, но там все равно существует такое, что нерегулярные еще и отчисления есть, то есть проблема того, что есть отчисления, но они нерегулярные, соответственно, они где-то выпадают в какие-то месяцы и, соответственно, получается, что в целом системе только вот чуть больше половины занятых платят, то есть по статистике занятых платят, платят, это пенсионные вычисления, соответственно, формируют свои пенсии. Конечно же, это большая опять-таки проблема того, что люди не задумываются о том, что сейчас они заплату в конвертах получают или не оформляют, не платят ЕСП, что у них нет накопления, они надеются на какой-то овощ, что в будущем что-то получится. И здесь, например, опять-таки, для того, чтобы таких людей завтра, если больше будет через пенсионную систему, опять-таки, мало накопили и потом они, чтобы им хоть какой-то минимум можно было платить, попытка была вводить условно накопительную компоненту, чтобы платил работодатель, то есть у нас 10% от доходов платим работники, а чтобы теперь еще 5% платил работодатель. Это вот условная компонента была. Если за счет 10% активы эти наследовались, то условно-накопительная компонента, она, если в случае смерти человека до выхода на пенсию, это когда часть, которая накопительная, она наследовалась, условно-накопительная оставалась в системе пенсионной. И, соответственно, она могла бы быть переспределена тем, кто, например, накопленного в этого не хватает для того, чтобы получать хотя бы минимальный какой-то уровень, или там те, кто вообще не накопил, имеют совершенно маленький стаж и так далее. То есть это возможно было бы делать, но, однако, это застопорилось за счет того, что это предприниматели, и их защищает Национальная палата предпринимателей, они как бы очень сильно лоббировали, чтобы этот закон не прошел, чтобы эти изменения не прошли. И сейчас она, получается, мораторий на это изменение сделали. Потом будут, ну, опять, по-моему, это в 2027 году, по-моему, будут еще раз пересматривать. В 2027 уже, сейчас мы точно не помним, но будут пересматривать. То есть у нас все, что касается, когда делают вот эти форсайты, эти исследования и говорят, что у нас может пенсионная нагрузка увеличиться, количество тех, кто, например, через накопительную пенсию не наберет пенсию, увеличится, это мог социальному напряжение прийти, давайте там ведем вот эту условно-накопительную компоненту, сделаем еще что-то, увеличим пенсионный возраст. Они все непопулярные. Ну и, соответственно, так как это непопулярно, оно у нас встречает такое сопротивление большое. Но однако, когда, конечно же, когда завтра уже эти проблемы уже когда-нибудь придется все-таки на эти непопулярные меры идти. Но это будет уже сложнее с учетом того, что, скажем, не сделали это жирные годы, а, скажем, тучные годы, скажем, а сейчас, когда геополитическая ситуация и в целом личная ситуация накаляется, это, конечно, делать еще будет труднее. Далее, о чем я хотела сказать, в то же время существует группа людей, которые просят, например, льготный пенсионный возраст. Например, у нас словики еще более-менее рано выходят на пенсию, а у нас есть работающие во вредных условиях, те же самые шахтеры, металлурги, в той же самой России все еще убрали в свое время, постсоветский период убрали, и это те, кто пенсионеры, шахтеры, кто предпенсионного возраста, они тоже добиваются того, чтобы рано выходить. Ну, там свои есть тоже везоны, свои эти есть, но для них в свое время везде еще у нас есть такое обязательное пенсионное взносы, обязательное пенсионное профессиональное взносы. Это платят как раз-таки на вот эту категорию работающего во вредных условиях работодателей, ну, то есть те предприятия, которые признаны, что у них вредные условия труда, там 5%, но когда мы делали анализ, там получал, что очень, вот этот компонент, так как она поздно введена относительно, и многие не накопили к этому времени, ну, скажем, 5-6 только накопили к этому, у них она совершенно небольшой дает прибавку к пенсии, соответственно, если даже они там захотят пораньше выйти, скажем, 58 лет используя вот это ОППВ, они просто получат там меньше даже, чем минимальная пенсия, ну, соответственно, им это невыгодно выходить рано, то есть за счет этой компоненты, поэтому, если эта компонента со временем накопится, и люди, которые, например, ее 20 лет копили, да, возможно, еще будет, что они за счет этого компонента рано будут выходить, но все-таки они добиваются, чтобы они платили солидарную пенсию, давали вот этот раненый, ну, то есть, лоббирование их интереса тоже идет, плюс еще есть это, которые получают пенсии инвалиды, то есть они, выходя на инвалидность, там тоже есть такие моменты, что, во-первых, у них нет льготных пенсионного возраста, то есть они выходят на общие основания, второе, у них есть такое, что при выходе на пенсию они там должны выбирать выплаты, там у нас тоже такие небольшие, что, либо они пенсию получают, либо они получают вот эту пенсионную, вернее, инвалидность, посуды по инвалидности, то есть как основную эту надо выбирать, а сейчас, ну, как бы, многие инвалиды либо говорят о том, чтобы все-таки сохранялось либо обе компонента, либо какой-то вот смешанный вариант, ну, то есть в этой категории тоже существуют свои определенные эти, то есть в этом тоже нам придется когда-нибудь эти вопросы тоже поднимать. То, что это по женщинам, ну, то есть это категория, я просто говорю, по женщинам тоже пока до 2028 года этот заморожен, но в 2028 году опять может начаться вот это вот повышение пенсионного возраста, опять, может быть, ну, как бы мораторий снимут и все-таки вопрос опять встанет, что придется повышать пенсионный возраст. И третье это теперь если выйти по пенсионным изъятиям, ну, то есть то, что вот Кыргызстан только что говорил, эта проблема тоже нас коснулась, когда у нас с 2022 года разрешили это пенсионное изъятие там с определенного, до определенного уровня государства, для женщин, для мужчин, там по возрастам есть специальная таблица и по этой таблице там около где-то 10-11% от всех пенсионных вкладчиков они могли в это изъятие делать, ну, там в разных суммах, конечно, у кого-то очень маленькие суммы, у кого-то там уже миллионами прямо идет суммы, они были на цели там во-первых ипотеки, то есть на решение жилищных вопросов, то есть там ипотека, закрыть ипотеки, там в десернии первоначально вносы и так далее, так далее, да, и второе это на лечение, то есть и говорил там очень маленький процент, кто на это, они могли на, чтобы на инвестиционное управление, инвестиционным управляющим дать свои, свои вот эти деньги сверх вот этой суммы изъятия, чтобы они распоряжались там с большей доходностью получать, но с большим риском, то есть вот эти, хотя три этих направления было, ну, конечно, наибольшие изъятия были на решение жилищного вопроса, с одной стороны, как бы жилищный рынок это подогрело, это раз, то есть сразу же разом взлетели цены, конечно, это сейчас они могут вернуться, но вот как вы всегда знаете, что они не возвращаются на первоначальный вариант, то есть в любом случае как бы рынок подогрет был, то есть пострадали те люди, которые не изымали, они и так собирали тяжело, но еще плюс еще и вот этот вот, ну, как бы еще и дороже пошло, то есть и кто не успел купить к этому времени, то есть их ситуация еще больше осложнилась, это раз. Второе, что эти пенсионные изъятия, конечно, очень сильно потрясли пенсионные активы. Для государства этот плюс может быть только в одном, у нас есть такая гарантия государства, что при выходе на пенсию нам все-таки будут восполнять, компенсировать, если, например, доходность наших пенсионных активов, ну, совокупная за весь период, она, например, если вдруг будет с отрицательной доходностью с учетом инфляционной, то есть накопительной инфляцией, накопленной инфляцией, то эту оставшуюся сумму должно государство не восполнять. Если считать, что у нас в 2022 году у нас 20-процентная была инфляция, то если такая инфляция и в будущем так будет, то вы представьте, какие гарантии выйдет это государство, потому что, конечно же, поддерживать такую же доходность очень тяжело, например, 20-процентную значимую, тем более, что там в основном само требование инвестирования в надежные бумаги, оно, сами понимаете, низкую доходность. Соответственно, такие эти, скажем, инфляционные шоки выдержать система и гарантии обеспечивать очень тяжело. Поэтому только с этой точки зрения я еще более-менее понимаю, например, саму эту, а в целом понять, для чего это делается, потому что, если вот Кыргызстан сказал, что это для того, чтобы там безработных поддержать, то у нас, например, существует еще фонд социального страхования, который предусмотрен, например, при случае потери работы, что получают, например, эти, а в нашем случае даже вот такого оправдания, что человек буквально там совсем без дохода остался, ему какое-то там существование, чтобы он изъял эти деньги, это еще более-менее как-то, ну, социальный эффект, социальная какая-то надобность была в нужда. И, то есть, в целом, как бы это, это как раз-таки все проблемы взаимосвязанности, то есть, низкая доходность какая-то вот этих пенсионных фондов и вот эта высокая инфляция, она, и вот эти изъятия, они все, конечно же, действуют на низкую, ну, как бы подкашивают финансовую стоимость и стабильность самой пенсионной системы в целом, ну, то есть, накопительные особенно компоненты. то есть, здесь и вопрос сохранения в целом, пенсионных активов, государственных гарантий, в целом, чтобы люди, например, как вот тоже Кыргызстан это сказал, что, например, учитель всю жизнь, например, он делает пенсионное отчисление, в принципе, у него зарплата, скажем, может, чуть ниже средней, или сейчас у нас повышались уже зарплаты у них, ну, где-то на уровне средней была по этому, но когда он выходит на пенсию, у него даже иногда с последнего зарплаты брать коэффициент замещения может быть менее 40%, ну, потому что он всю жизнь пока копил, там инфляция съела, еще что-то, еще что-то, и в конечном итоге у него, ну, как бы основные накопления приходятся на период, когда были, скажем, низкие зарплаты и так далее, и в конечном итоге он не накопил даже на нормальный коэффициент замещения, то есть, если он до этого получал, скажем, 200 тысяч, или 300 тысяч, например, а сейчас он начинает 50 тысяч тенге в пенсии получать, это, конечно же, существенное такое снижение уровня жизни получает, то есть, получается, человек даже, который дисциплинированно делал эти отчисления и из-за этой низкой доходности, из-за того, что вот такие вот какие-то перипетии были, что ему в свое время изъять позволили там деньги и так далее, он в конечном итоге это равно тому, что он получил, скажем так, очень низкую эту пенсию, то есть, у нас коэффициент замещения может не выполниться со временем. Еще, когда другие начали называть размер пенсии, я тоже как бы решила тоже как бы посмотреть нашу статистику, да, у нас это средняя пенсия у нас на уровне примерно 160 долларов, 73 902 тенге на 2022 год, и на тот же год минимальная пенсия, она на уровне примерно минимальная пенсия это с базовой выплаты и так далее, она 115 долларов была, то есть, она в принципе относительно, если считать, что, например, есть у Всемирного банка, у этих, такая-то, что страны со средним доходом, к которым мы относимся, там она должна обеспечивать полтора-два доллара, то мы в принципе вот в эту укладываемся, что они все-таки не бедные, скажем так, хотя бы по этим, помните. Да, спасибо большое, я же говорила, что когда я готовилась к этой встрече, я посмотрела, и наиболее лучшая ситуация была, конечно же, у Казахстана. У нас осталось очень мало участников, но я благодарю всех, кто досмотрел нас до конца, в принципе, мы уложились, конечно, вопросов очень много, и у меня, например, вот когда вы говорили, Баджан, Нурадыдин, про накопительную часть, у меня вообще возник вопрос такой, а действительно, если человек накапливает свою пенсию, у нас тоже, по-моему, с 2010 года потолок у нас был раньше, до 100 долларов должно было быть пенсия, по-моему, сейчас нету, да, Азиз, если меня поправите, вот, но человек с 98-го тоже года или какого-то там, в общем, есть у него какие-то отчисления, когда, допустим, он вымирает, умирает, и если наследникам, ну, не разрешается эту пенсию получать, то это тоже не очень справедливая система. Ну, вот, как я говорю, да, конечно же, проблем очень много, и я благодарю вас за то, что вы дали нам свои рекомендации, потому что я думаю, что если кто-то прислушается и почитает, может быть, наши статьи, ваши размышления, вашу экспертизу по этому поводу, то, возможно, что-то применит в своих работах, в том, что они должны выполнять. От участников у нас вопросов не поступило, и я благодарю вас, уважаемые эксперты, за то, что вы приняли наше приглашение, за то, что вы высказались, свою экспертизу, и я напоминаю, что сегодня с нами на связи эксперты из Казахстана Баджан Акмолдина, Баджан Акмолдина, Джамиля Тугузбаева из Бишкека, из Душамбе, Азиз Тимуров и Санджар Базаров из Ташкента. А модерировала экспертное обсуждение я, Лола Алимова, а больше аналитических материалов по этой и другим темам вы можете найти на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.com Азия. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.